Условия традиционного воздействия как одного из способов изменения в лучшем домографической ситуации здоровья людей. В основе проекта лежат принципы коллективные, индивидуальные противоразиционные защиты населения. Нужно признать, что население, которое лишено информации о содержании радиоактивных элементов в продуктах питания, получает эти радиоактивные элементы каждый день в огромных количествах. Население не имеет возможности выбирать, потому что оно не имеет финансирования. Никаких предприятий в районе нет и люди вынуждены потреблять продукты питания, которые они получили на территории с высоким уровнем загрязнения радиоактивных элементов. Поэтому, если брать весь проект, то мы наметили около десяти основных направлений. Но сегодня я буду говорить о нескольких моих более важных, с точки зрения информационного обеспечения международного сообщества. Прежде всего безопасное, профилактическое, национальное питание населения. То есть, то, что мы называем, или у вас здесь называем чистые продукты. Крайне важно обеспечить защиту населения через алиментарный фактор, через пищевой фактор. Крайне важно это делать во всех возрастных группах и прежде всего обеспечить защиту здоровья детей, которые не должны получать радиоактивные элементы ни в каких количествах. Мы как-то, как… Паркарна – это. Крайне – в том, что люди думают, что они любят. Крайне – это очень важно. Нужно любят детей или дети, но и, особенно,... Причины. систему, при которой люди будут получать постоянно продукты, которые не содержат радиоактивные элементы, а также получать продукты, которые необходимы им для поддержания их жизни, учитывая, что здоровье людей, большинство людей этого района, очень плохое. Многие люди находятся на стадии тяжелых болезней, прежде всего болезней сердца и злокачественных опухолей, а также, если не на стадии заключительной стадии, то на начальной стадии, на стадии предболезней. Стадии очень тяжелые, ситуации очень тяжелые, и когда видишь этих людей, которые, зная о том, что многие из них могут уйти из этой жизни в ближайшее время, становятся очень жутко, очень неприятно, очень тяжело на душе. диноплантик Грани, они очень много. Эти болезни, особенно в системе кардиовасковое, но также в неоплазме. И в результате, что многие из этих людей могут умереть в будущем, и мне радует очень. Еще одно направление, на наш взгляд, крайне важное, это информационное обеспечение международного сообщества о состоянии здоровья населения. То, что можно кратко характеризовать как право на Чернобыле, которое, к сожалению, не доносится до международного сообщества. И люди не знают о том, что происходит с 10 миллионов людей в центре географическом центре Европы. И еще очень важное направление, информационное обеспечение модельного района, которое, на наш взгляд, является крайне важным, так как оно должно быть посвящено коллективной и радиационной защите населения. У нас есть другой объект, который является созданием информационного региона, для информации людей о эффектах рачеологических эффектов. Люди должны, начиная с раннего детского возраста, воспринять принципы защиты от радиации. Они должны следовать этими принципами все время, пока они будут жить на территории пострадавшей от Чернобыльской катастрофы. Это крайне важно привить или установить в этих районах, и это является одной из принципиальных целей нашей организации. Наш центр создан в Киеве и уже за этот год сделал очень много. Был создан фильм, который посвящен проблемам Чернобыля и представлен в Европе. Была организована крупная международная конференция, посвященная чернобыльским проблемам. И здесь, вот на данном слайде представлена главная страница, сайта, который открыл наш центр в Киеве и в Тодей Орг, под дивизой международной солидарности Чернобыль. В этом году, в Киеве и в Киеве, он был создан фильм, который был представлен в Киеве и в Европе. И в Киеве и в Киеве и в Киеве, он был создан он в Киеве и в Киеве и в Киеве и в Киеве. На данном сайте представлены информации трёх организаций, которые координают свои действия и по международному проекту, о котором я сейчас говорю. Adres Chernobyl.today.org Очень важным является, являются проекты, которые направлены на защиту здоровья детей. Мы выделили два основных проекта, о котором я хочу вам сегодня сказать.